приветствую дамы и господа сегодня у нас очередной гость если в прошлый раз с нами был андрей ванин и вам вроде как понравилось интервью мы решили позвать легенду фондового рынка и не просто легенду потому что когда мы с вами еще под стол пешком ходили дмитрий сухов уже был аттестованным аудитором и разбирался в отчетностях гораздо лучше чем мы своих лучших сна поэтому приветствую дмитрий спасибо что пришел спасибо дмитрий даже представление приятно когда тебя называют легендой но я еще не такой старый как меня в облике представить вот хотя да то есть опыт со времен ваучерной приватизации поэтому конечно есть чем сравнить насколько стоили активы как они оценивались еще тогда да и сейчас и на самом деле ничего по большому счету не меняется фундаментальные принципы они остаются неизменные да поэтому я всегда говорю такой пример да что фундаментальный анализ это универсальная наука и во времена египетских пирамид и во времена значит перестройки да и сейчас да то есть нормально эффективно все считали ебеда и free cash flow да вот ну и не могу не сказать что у нас буквально уже через пару недель начинается курс инвестиций на миллион и в преддверии каждого такой курса мы наверное будем делать некие такие подробные ревизии да приглашать управляющих активами потому что дмитрий это не учитель что вы понимали не этот человек который реально управляет большими портфелями и просто делится раз там в квартала раз там в 4 месяца с нами на курсе инвестиций на миллион ну и там на других каких-то образовательных проектах о том как эти портфели составлять как их анализировать компании ну и так чтобы не потерять деньги поэтому если что ссылку на курс можете внизу увидеть посмотреть из чего он состоит но мы задаем кавер интересные вопросы нашим гостям надеюсь дмитрий сможет нам интересно ответить на них итак у меня 12 вопросов и поехали вопрос первый как вторая волна коронавируса влияет на твои позиции по портфелям клиентов снижаешь ли ты долю акции выходишь ли в кэш или наоборот загружаешься по полной позитивно влияет и первая позитивно повлияла и вторая позитивно вот и есть факты то что многие люди грамотные люди попав на карантин ничего лучше не придумали как стать инвесторами ну я уверен что большинство участников биржевого рынка те в том числе да которые нас сейчас наверно смотрят тоже яркое тому подтверждение и таким образом мы видим приток инвестиций средств на биржи то есть на глобальные московскую что просто-напросто выдавливает котировки вверх и недооцененные и переоцененные бумаги всякий хлам да фактически ну я бы не сказал что хлам да то есть у нас в россии очень много было бумаг которые недооценены недооценены по целому ряду здесь можно дискутировать причин в первую очередь связанных с ограниченной ликвидностью да и с тем что в основном у нас покупатели были это институциональные инвесторы да там какие-то фонды пенсионные да там паровые и так далее вот а сейчас пришла достаточно большая прослойка индивидуальных инвесторов да которые вполне подбирают низко ликвидные бумаги да ориентируясь по каким-то фундаментальным признакам то есть ты покупаешь вместе со всеми новичками да но только новички покупают газпром сбербанк лукойл ну с недавних пор еще яндекс и теслу теслу ну мы давай пока да значит поговорим про российский рынок да теслу теслу и что там и apple да и там и гугл да и байкософт в россии нам спорили что в августе количество торгов и оборот на санкт-петербургской бирже акций было больше чем на акции россии на московской бирже поэтому народ уже так постепенно туда перекочевывает поэтому раньше мы говорили газпром сбербанк а народ сейчас такой не 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 нас не кормите там дайте нам к теслу потому что тесла когда начали торги на московской бирже даже первое место заняло по обороту вообще в России какой-то бред ну ладно а ты не стесняйся поговорить про apple да я не стесняюсь да куда мы все без apple значит мы все да apple хорошая технология но это известный факт да то что помимо каких-то фундаментальных качеств эмитента да и оценки бумаги да относительно ее внутренней стоимости да внутренней стоимости компании есть еще высокая доля значит такого параметра как известность популярность разрекламированность той или иной продукции да той или иной компании да и соответственно реклама не только продукции да вот этих машин тесла но и реклама еще и косвенная фактически получается ценной бумагой вот и все да и когда ты покупаешь голубую фишку то там уже в цене и фундаментальные факторы и плюс еще вот эта реклама поэтому ты будешь ну заведомо рассчитывать на меньшую норму прибыли более того есть другая проблема что по голубым фишкам высокая волатильность связано это с тем что там очень много непрофессиональных неквалифицированных инвесторов которые при любой новости будут ее там то покупать то сбрасывать да вот эти вот денежные потоки да вот эти метания они увеличивают волатильность что на самом деле не очень хорошо да если ты там ведешь контентационный портфель в бумагах второго третьего эшелона потенциал роста не меньше даже больший но при этом мы видим более низкую бету низкие рыночные риски ну вообще приятнее смотреть на такой инвесторный портфель да то есть вот у нас там рынок корректируется с августа месяца во втором эшелоне ничего этого не происходит там наоборот мы вот сейчас вот я подвожу итоги да там каждый день каждую неделю как опять обновление максимум в итоге в итоге не снижаешь долю акций так понял и в кэш не выходишь идет ротация одних бумаг другие кэш я всегда придерживаю кэш то есть и парадоксально но факт что вместо маржинального флеча по инвесторному портфелю ты можешь придерживать кэш и у тебя эффективность относительно рынка будет лучше казалось бы да ты не на все деньги зашел и ты лучший рынок обгоняешь к рынку почему потому что у тебя всегда на каких-то там просадках да на каких-то новостях как общерыночных так и по какому-то отдельному эмитенту да есть деньги на то чтобы реализовать возможности когда ты полностью там в бумагах сидишь значит ты не можешь реализовать да у тебя просто не на что покупать сколько держать кэша в профиле на тэна 5 процентов надо это регулировать да в зависимости от рыночной какой-то ситуации ну я считаю что нужно придерживать на одну позицию как минимум ну это где-то 6-7 процентов вот а в идеале конечно если там мы видим что рынок на максимумах вероятно коррекция достаточно высокая ну можно увеличить до 15-90 понятно так второй вопрос только теперь ускорено тоже самый вопрос что ты делаешь с позициями на глобальных рынках с учетом того что у нас скоро выборы США как это повлияет вообще на твои позиции я вижу да что глобальные рынки переоценены то есть и я держу по глобальным рынкам кэш с весны у меня кэш доллар и евро и я себя комфортно чувствую ну и вообще на эту тему говорят так что быть в деньгах это тоже позиция согласен вот поэтому пока не вери то есть ты ждешь пока выбор да по поводу выборов да очень много да здесь конечно рисков вот там кто там будет а там республиканцы либо демократы я думаю что нас ждут сюрпризы вот я все-таки верю да что трамп сохранит свои позиции на самом деле ситуация повторяется как и было перед выбором трампа вспомните да какой-то этот гэп гигантский был там насколько я там не помню там под десяток по поводу процентов 15 да там значит там сразу там ухнул да у нас рынок когда вместо мадам Клинтон да значит вдруг выиграл выборы Трамп вот сначала рынок качнулся вниз да потом вырос сейчас и тогда такая же была история была пропаганда что вот у нас там сто процентов значит там Клинтон выигрывает да значит но случилось все наоборот вот я вижу что у Трампа достаточно сильные позиции он такой идеал рубаха парня американца да значит который шашкой всех порубает вот и будь я американцем я бы за него голосовал ну хорошо вот я думаю что у него еще есть какие-то козыри в рукаве да он их использует если этого не произойдет да у нас как надейся на лучшие готовься к худшему ну я тоже не вижу да что что-то такое ожидает российский рынок да то есть какие-то спекулятивные значит стряски может быть будут а доля нерезидентов у нас и так относительно небольшая на рынке плюс растет доля частных локальных инвесторов поэтому я думаю что последствия для именно для фондового рынка будут мимо российского да ограничены на западных рынках там нужно конечно подходить значит избирательно рынок переоценен но и там тоже мне кажется выбор это отнюдь не самый первый фактор который влияет на динамику рынка а все завязано кэш на процентную ставку вот то есть какая будет инфляция что будет с процентной ставкой и отсюда уже нужно писать его значит оценки как рынка в целом так и отдельных его секторах хорошо следующий вопрос какая доля в твоих портфелях ну имеется ввиду твоих условно клиентских приходится на российские акции и какие на глобальные какой процент ну я уже сказал да что доля сейчас по глобальным кэш да вообще вообще да где-то процентов 25 на глобальные и 45 на россию многие этим удивятся потому что сейчас фактом является высокий интерес к иностранным ценным бумагам да ну спасибо санкт-петербургской бирже который это все значит сделал доступным да банк утеньков который там по нажатию кнопки да значит там позволил да там купи продай да с телефона они молодцы однако западные рынки да тех кто уже сталкивался они более волатильные там большие грэпы да и там есть другая проблема то есть более сложное само прогнозирование да то есть по цену бумагу то есть российский рынок является более ну коли мы русскоговорящая да значит там аудитория да то есть для нас вот и я вижу что здесь смотрите да вижу что высокая норма доходности полностью компенсирует вот эту волатильность да и риск в девальвации рубля поэтому что мы заработаем там в долгах активов 5 процентов что мы заработаем рублевых 25 то на то и выходит причем по поводу доллара я вижу как-то усмехаешься да говорит что вот там думаю это хорошо рубль плохо да да этот год значит он конечно такое да значит радикальный для курса рубля то есть потеряли мы там 25 процентов да даже там до 30 да если там возьмем там самый широкий до разброс минимум с максимум однако это если мы берем этот год это не репрезентативный период давайте брать более большой какой-то сто лет например не надо сто возьмем пять лет там или десять да и тогда увидите что средняя норма доходности на повинку акций российских она с лихвой покрывает и девальвацию и норму доходности валютных активов вот поэтому я считаю что это вопрос до тактики стратегии да то есть российский рынок не такой плохой да да есть есть у него куча ограничений до связаны там с ограниченным количеством имитентов это правда вот засилием государственных корпораций это тоже правда вот несмотря на это зарабатывать можно можно достаточно хорошо хорошо следующий вопрос нефтяные компании сейчас мы можем наблюдать как компании exxon bp total и прочие крупные мейджоры валятся при том они все идут на второе дно то есть идут на те уровни где они были 10 марта 2020 года когда сделал копеек плюс развалилась собственно вопрос может быть подобрать их сейчас уже какие-то новости хорошие есть не на получается смотри до 10 марта нефта ну там не 10 может 20 марта она упала на уровень там 20 долларов да сейчас у нас 46 нефтяных компаний торгуется как она была при 20 долларов ну давай так мы разграничим там российские нефтяные компании либо ты глобальные глобальные там они в доллар потому что российские надо в доллары переводить ну я оперирую статистикой да отраслевой вот на самом деле резко упали доходы нефтяных компаний они оказались зажаты в вилку то есть роста издержек и снижение спроса да и снижение цены соответственно и резко ухудшили свои финансовые показатели ну да более того я не вижу пока помимо каких-то общих да которые там витают где-то в средствах массовой информации у меня свое мнение я имею на ее право да конечно вот и я не вижу что спрос на энерго-носитель в первую очередь на топливо авиационное моторное и так далее восстановится с горизонта более чем год поэтому я считаю что для нефтяных компаний момент еще не настал так можно купить пока не дешевый момент в следующем году настанет они уже будут два раза дороже я думаю что в следующем году мы если их купим они не будут два раза дороже поэтому я вижу что лучший сценарий по нефтяным компаниям они останутся их котировки останутся на том же самом уровне а худший сценарий что они дальше посядут в цене понятно поэтому я считаю что по нефтяным компаниям то же самое про банки два сектора значит которые наиболее проблемные с этой коронавирусной ситуацией ну вот из каких-то таких вот да традиционных берем нефтяные компании и банки да ты спросил про одно и про второе то есть я вижу что с банками тоже будут проблемы вот у них цикл достаточно да там бизнес цикл такой вот растянутый и вот эта вся история от пандемии то есть невозвраты кредитов падение оборотов кредитования ухудшения качества заемщиков это только-только начнет проявляться вот уже там по итогам этого года там следующем году и так далее то есть поэтому их ждут трудные времена это первый момент второй момент что финансовый сектор банковский он традиционно его доходность да традиционно завязана на процентную маржу то есть взяли по одному проценту ну половина этих доходов и так далее пока у нас значит глобальные то есть была надежда что ставки начнут глобальные подниматься сейчас они опять возле нуля и мы слышали последнее заявление ФГС ЦБ Японии да в том числе да и так далее что и ЕЦБ что повышение ставок в обозревом будущем не предвидится и таким образом на падение бизнес-оборотов глобальной торговли ухудшение кредитного качества да там увеличение доли дефолтов да и там падение объема кредитования как коммерческого так потребительского там ипотечного и какой-то там не возьмите вот и при низких процентных ставках опять да банковский сектор не самый лучший предмет для инвестиций поэтому в данном случае я исхожу из позиции то что если ценные бумаги упали это еще не повод их покупать покупать все как зафиксировали так следующий вопрос что-то про авиаутрасль и боинг в частности слишком просто часто у нас вопросы там очень много в телеграм-канал спекулянтов которые хотят купить дельта аэрлайнс потом до этого покупали аэрофлот но с аэрофлотом это не зря конечно но вот сейчас боинги покупают что думаешь про боинг не пора ли убрать как раз пока вот все его ненавидят ну я читаю новости про боинг то есть говорят о том что с концу года запустят они свой значит лайнер какой там 757 макс с номерами могу ошибиться поправьте меня и так далее вот опять допустим только эксплуатации я вижу что проблемы в авиаутрасли сохраняются сохраняются достаточно большие вот и восстановление спроса мы будем ждать 2-3 года в лучшем случае причем связано это не столько с вирусом там победят или не победят а сколько с тем что у нас сейчас в головах и у меня в том числе да я тоже яркий пример такого поведения то есть я стараюсь вместо самолета да используя другие виды транспорта да вот там сел на машину и там где раньше летел на самолете теперь значит там изолировано да в своей коробочке там добрался да зато никаких вирусов да а что такое самолет да вот с точки зрения опять эпидемиологических да вот этих всех вещей то есть ты никуда не сбежишь там одна единая система вентиляция хоть сидит и в этой маске но у тебя есть там глаза там уши да там еще какие-то да уязвимые части тела вот поэтому то есть много людей просто-напросто откажутся от полетов вот по соображениям до личной безопасности и будут это делать еще я думаю несколько лет да то есть по памяти да ну и плюс мы еще не видим никакого восстановления туристической активности мы видим восстановление бизнес активности командирок более того всем понравилось сидеть дома и вести переговоры через skype zoom там или там microsoft team и что хочешь и я думаю это приживется у нас как бизнес какие-то там обычаи что что отразится ну что будет иметь долгосрочные последствия без всяких спасибо очень развернуто вопрос следующий есть ли у тебя в портфелях компаний которые генерируют высокую дивидендентную доходность если есть ну назови там парочку не знаю в россии за рубежом есть ли такие ну есть конечно да ну высокая там больше пяти процентов условно ну в россии традиционно это промышленная компания с высокой маржинальностью это у нас металлурги и компания сегмента минеральных удобрений фосагра фосагра уралкали там да и пошло и поехало вот ну это ммк на ммк на ммк северсталь да вот на западных рынках там ну традиционные тут утилити все что вот такое вот идет AT&T наверное связь да вот ну то есть у меня вот вообще да может быть это не к твоему вопрос вот мой сюда поразила да вот новость буквально там вчерашняя-позавчерашняя NASA заключила контракт с Nokia на строительство первой сотовой сети на Луне акции там взлетели где-то 5 процентов да и вообще это такая показательная новость что вот этот сектор да то есть связи он сейчас получил очень широкое такое значит там развитие то есть все что связано с сотовой связью там с интернетом с какими-то там значит коммуникационными вещами компании растут как на дрожжах высокий спрос высокая дивидентная доходность да в том числе и всегда у них было да и теперь еще больше поэтому да вот какие-то надо выбирать здесь конечно то есть долго можно называть такие компании то есть надо выбирать стабильные такие неэластичные сектора куда относится в том числе да там связь сотовая вот с высокой нормой доходности понятно да и кстати да в России да компания МТС тоже да традиционно выплачивает высокие дивиденды поэтому тоже вот один из тех самых да элементов да где есть дивиденды что нужно покупать именно в качестве какого-то инструмента там с фиксированной доходностью все понятно следующие два вопроса значит вопрос первый в каких секторах неважно в России или в мире ты видишь бурный потенциал в ближайшем будущем и сразу может наверное ответишь от каких секторов лучше держаться подальше ну бурный это все что связано с дистанционными сервисами то есть все что там облачные сервисы связь доставка интернет retail все то есть это я думаю еще на несколько лет то есть это отрасли где будет спрос где будет хост где будут расти объемы все что с интернетом да в том числе да да фактически да вот с интернетом но плюс конечно же появляются какие-то вот такие вот ниши там дистанционное управление рабочими столами да вот там teamviewer да вот я постоянно пользовался teamviewer да там с планшета там домашний компьютер какие-то рабочие там и так далее а сейчас я не могу последние несколько недель через дню зайти мне говорят все переключайтесь на платную подписку хотя там 3-4 или там устройство ты мог Site там никогда happens и то есть вот компания пользуются ММЕНТОМ да то есть они всех пользователей которые были вот каком-то да вот непонятным то есть там как бы непонятным как-то активные旅 то есть вроде бизнес позволяет Eas травы то есть они начинают это все монетизировать и здесь, конечно, нужно точечно искать вот такие компании. А куда не надо инвестировать? Я понял, уже не ефть, банки. А все, что связано с какой-то публичной активностью, туристическая отрасль, я думаю, это на несколько лет ущерб нанесен, перевозки какие-то, конечно, в первую очередь это авиация, пассажирские перевозки, пассажирские, да, куизные компании, они упали, я видел, как многих кинулись, вот дай-ка куплю какой-то себе бред и куизис, или еще что-нибудь такое. Я вижу, что люди не то что, поторопились на несколько лет с покупкой. Куизы сейчас проблему будут запустить даже в следующем году. Да, потому что там это все в лизинг, куизные корабли стоят сейчас современные там от миллиардов и больше, если там большие какие-то миллиарды. Ну то есть вещь идет о восстановлении, то есть, конечно, сейчас такое уже там наобум, что вот я там куплю что угодно, как это было еще там два года назад, такого нет, то есть надо подходить очень тщательно и не только к оценке компаний, многие, как я вижу, они немножко упрощают проблему фундаментального анализа, там смотрят там мультипликаторы, еще что-то. Я всегда смотрю эти мультипликаторы только во вторую, в третью очередь и использую принцип фундаментального анализа от большого к меньшему. То есть смотрим, какая вообще экономическая ситуация, какие отрасли выигрывают, не выигрывают, потом отраслевой анализ и уже если какие-то отрасли понравились, уже в рамках этих отраслей начинают копать какие лучшие представители. Вот, а так уже отходить, то есть вот что там за компания, что покупать, но это, мне кажется, уникальный подход. Все ясно, все ясно. Ну, у меня на сегодня вопросы закончились, потому что некоторые вопросы Дмитрий ответил заранее, допустим, у меня был вопрос по ставкам, то есть когда поднимут ставки в мире, Дмитрий ответил в первом же вопросе, что в ближайшем будущем их не поднимут, а в России поднимут, потому что в мире там понятно, придавлены долгом гигантским, там нельзя поднимать, там они все умрут сразу, если поднять долг. А в России будет 8%? Ну, надо понимать, что у нас в Центральном банке только девушки, у них там весь менеджмент и так далее, а девушка – это всегда загадка. И поэтому, что в ближайшем заседании в пятницу будет принято наблюдательным советом, или Эльвира Набиулина, которая тоже имеет свой голос достаточно весомный в этом вопросе, я не знаю. 4.25, давайте проверим, запись делается накануне, вы уже увидите это видео после. Значит, на самом деле, то, что я наблюдаю по динамике российского рынка, он корректируется, причем я вижу, что, по моей оценке, безосновательное. Но, опять же, нет прямых каких-то таких новостей. Поэтому, я предполагаю, я могу ошибиться, я не говорю, что это факт, я предполагаю, что связано это, может быть, с какой-то уже инсайдикской игрой по поводу решения ЦБ РФ по процентной ставке, которую мы услышим. То есть повышение? Нет, может быть, даже мы увидим повышение процентной ставки, или, по крайней мере, эти 4.25, они сохранятся, либо, может быть, там будет какая-то, либо, может быть, будет комментарий о том, что мы заморозим на длительный период. Хотя, еще несколько месяцев назад были ожидания, что ставка у нас будет снижаться, там, 4, ниже до этого. Поэтому, вот, такое поведение немножко неадекватное, да, и продажа, в первую очередь, в грубых фишках, вот, я связываю, в том числе, с вероятностью, да, у меня нет уверенности, да, информации, да, к сожалению, я хотел бы ее иметь, да, два раза, да, доступно вообще ограниченному количеству лиц, вот, ну, вот, есть такие предположения, да, что связано это, вот, с переоценкой перспектив процентной ставки по России. Понятно. Ну, и в целом, да, на самом деле, то есть, вот, очень сейчас нехорошая ситуация в глобальном плане, потому что ставки-то придерживают, а экономика накачивается деньгами, да, и мы фактически видим диссонанс между ростом инфляции и замораживанием, да, вот этой стоимости денег, поэтому, то есть, эта аномальная ситуация, она ничем хорошим не закончится, вот, конечно, мы это ждем уже очень долго, вот, и надеемся, что это рано или поздно произойдет, вот, что доллар, в который любят многие вкладываться, да, в том числе инвесторы в долларовую бумагу, рано или поздно мы проснемся и видим скачкообразную его девальвацию. Стоп. А? 100, да? Я жду 100. Нет. Дмитрий, ты понял с точностью до наборов. Доллар к рублю. Да, да. Это у меня сразу 100. Да, речь идет о девальвации доллара к корзине мировых валют. Это я уже тоже, я даже видео отдельное снимал, но я думаю, это мои внуки только увидят, к сожалению. Ну, я думаю, мы увидим это раньше, да, раньше, чем многие ожидают, вот. Хотелось бы, чтобы вообще с понедельника это случилось. Не-не-не-не, у меня слишком много гугла в портфеле. Ну, поэтому, да, вот есть такая проблема, проблема известная. Вот как она будет разговариваться, еще не понятно. Самый явный сценарий – это как раз резкая девальвация доллара относительно корзине мировых валют. В том числе и рубля. То есть доллар девальвируется, а рубль девальвируется к доллару тоже одновременно, да? То есть нас похоронит… Нет, нет. Ну, он ко всем, в том числе и к рублю, и к доллару девальвируется ко всем. То есть рубль будет круче, чем доллар? Ну, сегодняшний день. То есть у нас рубль укрепляется, но укрепляется не в то, что рубль хороший, а в то, что доллар слабый. Понятно. Хорошо. Спасибо. Пожалуйста. Сегодня с нами был Дмитрий Сухов. Спасибо, Дмитрий, что пришел. Я немножко помучил тебя вопросами каверзными. Всегда рад тебя видеть, да, рад кому-то помочь, да, если мое мнение, да, мои какие-то прогнозы будут полезны, да, оправдаются, так что буду рад. Спасибо. Спасибо вам. Успехов в инвестициях. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова